К сожалению, в Казахстане в прошлом году была принята норма, вот вы правильно говорите, что очень много законодательных изменений, и в том числе была принята норма закона СМИ, которая теперь позволяет расценивать некоторые высказывания как пропаганда. То есть журналисты столкнулись с тем, что сейчас, когда они готовят материал, не отнесут ли это к пропаганде. Когда теперь журналисты, если они готовят материал, они должны просить предварительное согласие на разглашение лично-персональных тайн и так далее, любых законам установленных тайн. Мы говорили о том, что это убьет журналистское расследование в Казахстане. Например, вы будете готовить материал, связанный с коррупцией, и вы сейчас подойдете и скажете, можно ли мы опубликуем ваши данные, вашу фамилию и так далее. Это в корне убьет журналистское расследование, с которым и так проблемы в Казахстане, его практически нет. Казахстане должно было отнестись ко всем предпринимателям, то есть бизнесу, который должен был поделён на группы риска, что если у вас там больше риска, то, возможно, вам не дадут кредит. Ну, к примеру, вы попадёте в налоговый на особый учёт, вам присваивается степень риска. Но если государство не относится сейчас в Казахстане к СМИ как к бизнесу, а больше относится к пропаганде, то зачем это делать? То есть тогда, ребята, давайте весь СМИ приравняем к бизнесу, как это во всех нормальных странах, но у нас в Казахстане не относятся к СМИ как к бизнесу, да, то есть это инструмент пропаганды. Плюс СМИ сейчас вот по этому приказу, там выпадает большой пласт, да, то есть какой-то избирательный подход. Там есть печатные СМИ, там есть интернет, но там нет телевидения. Почему? Вот, например, у меня вопрос, почему телевидение выпало из этой категории? Оно не выдаёт информацию не противоправную. В Казахстане есть такая статья, 174-я, это возбуждение религиозно-национальной сословной розни. Это статья топовая. Это статья номер один, которая сейчас работает в Казахстане. И эта статья, мы можем сказать, что она абсолютно не юридическая, да, там нет правовых последствий, там достаточно выразить своё мнение. По этой статье не обязательно, чтобы что-то произошло дальше, были негативные последствия. Если мы посмотрим интернет, да, публикации в интернете, посты, комментарии, там очень много языка ненависти. Там действительно, там бывают такие моменты, где есть призывы, да, призывы конкретные к действию, давайте, к насилию. Но если мы посмотрим практику, привлекает людей, которые не призывают к насилию. То есть все громкие процессы, они связаны, зачастую носят политический характер.